Друзья архалюбы, здравствуйте! Сегодня в центре внимания само орхидейное совершенство. Видовая орхидея Фаленопсис стюарта. У меня в коллекции их 4. Все они абсолютно разные. В чем именно заключается эта разница, я подробнейшим образом рассказывала в одном из своих видео. Ссылочку на которое обязательно добавлю в инфобокс. Переходите, ознакомливайтесь, пожалуйста. Уверяю вас, это крайне познавательно. И это же видео целиком посвящено цветению этих орхидей, потому что я наконец-то, ура, дождалась такого знаменательного события, как распуск всех моих 4 стюартиан. И если вы задумывались о приобретении такой наикрасивейшей видовой орхидеи, как Фаленопсис стюарта, и еще не решили на каком варианте остановить свой выбор, то, надеюсь, просмотр этого видео поможет вам выбрать стюартиану себе по душе. Самый первый, а счастливил у меня, правда, единственным цветочком, как вы видите, стюартиана типа сип. Удивительно, что приобреталась она в самом малипусичном формате, а процвела первой. В этом экземпляре все безупречно. И четкий узор мраморных листьев, и кристальная белизна цветка, присыпанная у серединки мельчайшей вишневой пыльцой, и яркий красно-коричневый краб, такой крупный, что почти сливается в единое целое на нижних сипалиях, уверенно разделяя их на две части, верхнюю белоснежную и нижнюю ярко-пятнистую. Тот же красочный краб виден и на губе фаленопсиса с слегка волнистыми усиками. Замечательная стюартиана, очень буду ждать ее более пышного цветения. Самые крупные листья имеет у меня стюартиана сока. И это, друзья мои, прекрасно, потому что, на мой взгляд, рисунок листвы у этой вариации самый интересный. Это такие темно-зеленые горошины на серебристом атласе. Очень модным принтом считается этот горох, и орхидея с удовольствием в нем чеголяет. И даже когда она не цветет, наблюдать за этими переливами зеленого и серебристого – одно сплошное удовольствие. Стюартиана сока имеет великолепный потенциал. Неудивительно, что развивается она у меня лучше всех, и передогнала уже всех своих собратьев стюартиан и по размеру листовой массы, и по разветвленности корневой системы. Именно у стюартиана сока обещается самый разветвленный и мощный цветонос, который у взрослой орхидеи может дать до 100 цветов. Сами цветы тоже примечательны в плане орхидейной красоты. Недаром американским орхидейным обществом стюартиана сока была удостойна похвального диплома за отличное качество цветка. Цветы этой орхидеи не крупные, как у всех прочих стюартиан, не более 6 см в диаметре. Но за счет особой широкой формы петалий и сипалий они кажутся гораздо больше, чем у остальных варитетов. Я считаю цветы стюартианы сока самыми яркими. В первую очередь благодаря тому, что темно-вишневый знаменитый краб у нее более заметен. Настоящая россыпь пурпурных веснушек на белом фоне. Нижний сипалий также имеет четкое разделение на две половинки. И в окрасе второй половины, как и губы, преобладает фон лимонно-лаймовый, на котором также проступают коричнево-бордовые пятна. Губа фалинопсиса имеет характерную для всех стюартиан форму древнегреческой амфоры. Правда, посередине очень заметна рельефная такая складка, нарушающая гармонию округлой формы. Усы орхидеи широко разведены в стороны и изогнуты двумя узкими белоснежными серпами. Мне они очень сильно напоминают усы знаменитого сыщика Пуаро из одноменного детективного сериала. Забавное я знаю сходство, но именно оно и приходит мне в голову. Сами цветы плотные и шелковистые. Орхидеи держат их не более полутора месяцев. Для видовых фалинопсисов, поверьте, это норма. И если ваши гибридные фалинопсисы набаловали вас длительным по полгода цветением, не стоит от стюартиан, поверьте, ждать того же. Но есть и обратная, приятная сторона этой медали. Такой непродолжительный срок цветения заставляет еще больше ценить его красоту, чаще задерживать на цветах свой взгляд, любуясь их природной красотой. Цветонос у стюартиан и сога, впрочем, как и у всех других, невероятно тонкий и длинный, из-за чего, изгибаясь под тяжестью цветов и бутонов, он приобретает особую изящную форму. У всех стюартиан-междоузли расстояние между цветочными почками очень большое, поэтому цветонос с распустившимися цветами образует легкую и редкую такую цветочную кисть. Для многих, предпочитающих цветочные водопады и каскады, это минус. Но мне кажется, скорее плюсом. Это еще сильнее подчеркивает природность стюартианы, невесомость и какую-то воздушность цветения. Два, всего лишь два цветочка подарила мне самая многострадальная из моих стюартиан, та самая, что едва выжила из-за нападения красного клеща. И это стюартиана-сип, образованная в результате переопыления между потомками одних родителей. В итоге, когда приобретаешь растение из посева, тебе точно неизвестно, как именно до нюансов будет выглядеть твоя стюартиана, ибо вариантов тут предполагается несколько. И мне было безумно интересно, какую же внешность выберет конкретно моя стюартиана. Что сказать, красивые вышли цветы, стоило побороться с клещами за право обладать этой орхидеей, чтобы увидеть такую прелесть. Форма цветов стюартианы-сип более изящна. Ее петалии-сипалии вытянуты, и кончики сильнее заострены. Кроме того, главным украшением цветка является эта чарующая волнистость краев. Особенно это заметно на петалиях, которые будто собраны легкими валанами. Из-за этого цветы этой стюартианы кажутся мне более изысканными и утонченными. Настоящие нежные порхающие мотыльки. А вот азарные веснушки, украшающие лепестки других стюартиан, здесь практически незаметны. Их увидеть можно только если внимательно-внимательно присмотреться, и желательно в лупу. Красно-коричневый краб на половинках нижних сипалий тоже не так ярок. Он значительно мельче и уже не сливается в сплошную, четко прочерченную полосу. Он больше напоминает стайку маленьких птичек, порхающих в вышине. Все эти нюансы, может, и не кажутся столь значительными, но если поместить эти стюартианы рядом, например, как у меня, в одну корзину, то разница более заметна. Крайний слева цветок принадлежит как раз стюартиане сип. Остальные украшают цветонос стюартианы сока. Такое соседство явственно дает представление о различиях формы цветка и его окрасе. Цветы стюартиана сока более округлые, плотные, атласные. Стюартиана сип поражает волнистостью тонких батистовых лепестков очень изящной формы. Губа у сока сильнее перегнута посередине, усы более кокетливо выгнуты. Губа же стюартианы сип – идеальный кувшинчик с редким крапчатым узором у донышка. Основной тон второй узорчатой середины нижних сипалий у сока скорее желто-лаймовый. И что он уходит в зеленцу, особенно видно на обратной изнаночной стороне цветка. А вот у стюартианы сип фон золотистый. Причем постепенно, по мере цветения, он распространяется на все нижние сипалии. Затем неспешно так заполняет петалий и серединку верхней сипалий. Поэтому к концу цветения цветок становится бледно-бледно-золотистым. Такая вот метаморфоза. Цветы же стюартианы сока окраса не меняют. Лепестки остаются такими же белоснежными, а крапчатый узор интенсивным и ярким. Большой плюс всех стюартиан – это дружный распуск цветов на цветоносе. В случае с этими фаленопсисами не нужно долго ожидать, когда распустится вся цветочная кисть целиком. У стюартиан этот процесс протекает очень скоро. Не в пример, например, эквестрисом. Стюартианы не будут сильно вас томить в ожидании и шустро раскроют все цветы и явят вашему нетерпелимому взору полную гроздь восхитительно нежных цветов. И больше всего я ожидала цветения, тем более что она запаздывала дольше всех, стюартианы варнобили. Листья у этого варитета не могут похвастаться умопомрачительным мраморным узором, зато цветы обещались быть желтыми. Я, может быть, не совсем правильная женщина в плане цветовых пристрастий цветов, но очень люблю именно желтые цветы, и поэтому охотилась долго именно за этой стюартианой. Правда, витали у меня где-то опасение, что цветы будут не того оттенка, что мне хотелось, но это все же стюартиана, а некрасивых стюартиан для меня не существует. Но многолетнее ожидание себя полностью, к счастью, оправдало, потому что стюартиана получилась послушно желтой. Правда, получилась она такой далеко не сразу. В начале своего цветения желтый сконцентрировался лишь на нижних сипалях и губе, остальная же часть цветка была лишь слегка оттенена этим цветом. По мере своего цветения цветы постепенно набирали цвет. Желтый заливал цветок полностью, совсем как солнечный свет окрашивает небосклон по мере восхода солнца. И цветы приобрели однотонный, правда, не сказать, что приятный для моего глаза серно-желтый оттенок. Я даже в этот период слегка разочаровалась стюартиане Нобеле и подумала, что вряд ли это то, что останется в моей коллекции и будет меня восхищать. Но потом натиск желтого усилился, серный оттенок почти полностью ушел, и цветы засияли мягким золотом с легкой-легкой, едва заметно проскальзывающей мятной ноткой. И все остальные фирменные стюартиановские прелести здесь на месте. Славная, правда, едва заметная конопушечность верхней части цветка, яркая интенсивность крапчатого узора нижней части, губа кувшинчиком с охрянным орнаментом, и, конечно же, воздушность и изящество легких цветов мотыльков, словно готовых вот-вот вспорхнуть с гибкой лазы цветоноса. Про аромат, который тоже, в общем-то, должен к стюартянам прилагаться. Обещалось, что он будет, по крайней мере, хотя бы у кого-то из варитетов, тонкий-тонкий с кофейными нотками. Так вот, ни от одной из своих стюартиан на сегодняшний момент я ничего подобного не уловила. То ли мой нос еще не обрел возможность слышать тонкие ароматы, то ли аромат этот едва-едва слышен, то ли он вовсе отсутствует. Может быть, конечно, что в первом своем цветении стюартианы решили не раскрывать всех своих козырных карт и кое-что припасли на потом для последующих цветений. Но даже если этого и не случится, я не особо расстроюсь. Они и так чудесны, эти стюартианы, само воплощение орха утонченности. Вот все мои стюартианы, семейный портретный снимок, так сказать. Каждая хороша по-своему, и у каждой свои орходостоинства и преимущества. Очень надеюсь узнать из комментариев, какая именно орходама вам пришлась больше по душе. Ведь невозможно же не очароваться такой утонченной орхидейной красотой, крошечным кусочком природы на своем подоконнике. И даже если вы не поклонник стюартиан, знайте, что большая часть ваших любимых, цветущих пышно, цветущих помпезно, крупнющими цветами гибридных фаленопсисов, своей красотой обязаны вот такой, может, и не очень приметной прелести. Ведь в предках у многих из них есть именно стюартиана, чья внешность, может, не так поражает роскошью, но ведь именно за это мы и любим орхидеи. За их непохожесть, многоликость, за их многообразие, среди которого каждый обязательно найдет свой идеал орхидейной красоты. И если захочется повысторгаться еще чем-нибудь прекрасно орхидейным, приходите ко мне на канал снова. Буду ждать. Ваша Алина.